Фасады торговых центров полностью закрыты олиповатыми вывесками всевозможных цветов и размеров. Еще недавно такая картина была характерна для всех российских городов. Со временем количество баннеров на фасадах сократилось, но их разнообразие до сих пор превращает некоторые улицы в подобие рынка. Такой визуальный шум, по мнению специалистов, не на пользу ни бизнесу, ни горожанам. Поэтому уже несколько лет в стране активно разрабатывают дизайн-коды, требования к размещению информационных конструкций. Многие предприниматели, да и многие люди, наверное, подразумевают под вывеской именно рекламу. Отсюда желание сделать ее больше, три раза написать слово «магазин», «пиво» или еще что-то, сделать ее цветную, запихать туда всю свою информацию, меню, телефон и все, что есть у них, чтобы привлечь внимание. По словам Михаила Кашпаева, вывески магазинов уже давно не несут функции привлечения клиентов. Покупатель сегодня точно знает, куда и зачем идет. И вывеска нужна лишь для обозначения торгового места. Поэтому лаконичной конструкции, без слогана, факции и прочей рекламной информации вполне достаточно. В Сарове требования к вывескам начали разрабатывать еще в 2015 году. И вот, наконец, утвердили единое правило. Форма, размер, цветовое сочетание – все это есть в документе. Улицы разделены на три типа – первой, второй и третьей категории. Самые жесткие требования для первой категории – это исторический центр. И здесь особенно важно сохранить единый и свободный от визуального шума облик города. На улице категории АК-1, это исторический центр, допустимо применять только отдельно стоящие буквы. В различных вариантах исполнения без подложек нельзя световые короба, ни простой, ни сложной формы. Но на всех остальных улицах, а это, как вы видели, большинство, мы все-таки оставляем все эти три основные типа. Ну, их всего три, других там не придумано. Либо световые буквы с подложкой, без подложки и короба. Отметим, требования распространяются только на новые вывески. Те, что уже установлены и согласованы, переделывать не придется. Они будут висеть до конца срока службы. А вот если ваша вывеска не была согласована ранее, или вы планируете установить новую, ее вид и форму нужно утвердить в Департаменте архитектуры и градостроительства. Если эти вывески когда-то были согласованы, мы к ним ничего не придем и ничего не скажем. Если висит вывеска, которая не согласована, ее надо согласовать. Человек, если хочет это делать, идет смотрит правила, либо идет в рекламную фирму, которая смотрит правила, делает, приносит на согласование. Ознакомиться с новыми требованиями к размещению информационных конструкций можно в Департаменте архитектуры и градостроительства. Лидия Шулаева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.